Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях ученики 3-го А-класса Одинцовской лингвистической гимназии вместе со своим классным руководителем Майей Евгеньевной Саткиной. Здравствуйте, Майя Евгеньевна! Здравствуйте, девчонки! Здравствуйте, Наталья! Вы у нас представляете родительскую часть вашего класса. На вас лежала огромная миссия. Сейчас расскажу обо всем по порядку. Совсем недавно вы защитили свой проект, свою исследовательскую работу. Все это проходило очень серьезно. Была поставлена целая театральная постановка. Майя Евгеньевна, расскажите, какую тему выбрали? Я знаю, что работали все, даже были привлеченные со стороны профессионалы. Мы выбрали для своей театральной постановки тему. Называлась она «Волшебное путешествие» по мотивам сказки Волкова «Волшебник изумрудного города». Тема в третьем классе у нас была для проекта «Окружающий мир». И мы решили придумать такое волшебное путешествие. Мы еще летом написали сценарий, в который можно включить элементы сказки Волкова, но при этом можно будет обратить внимание детей и увлечь их разными чудесами природы. Все, что можно, тайны, чудеса, какие могут встречаться на пути в этом волшебном путешествии. Замысел был такой, что путешествуют главные герои по сказке, и плюс их сопровождает профессор, профессор Узновайкина, который рассказывает обо всем, что их интересует. Вот, допустим, дождь пошел, это интересно для детей. Или голубое небо, или река, какие-то тайны и неожиданности, которые могут встречаться на пути. Все моменты и сценарии, которые были связаны с окружающим миром, мы научно изучали на наших уроках. Дети готовили доклады. В этих докладах они могли представить вот именно эту научную базу нашу. Мне все-таки хотелось бы, чтобы к нашему разговору подключились наши маленькие гости. София, держи микрофон. Расскажи, что неожиданного для себя вы открыли за время изучения и подготовки этого проекта? Мне очень понравилось изучать явления природы. Это очень интересно, и мы познавали, изучали, и нам было очень интересно. А что ты узнала такого, чего не знала раньше? Например, почему небо голубое? И почему же? Небо состоит из всех цветов радуги. Мельчайшие частицы воды, пыли, снега, и окрашивают небо в голубой цвет. Алиса, ну а для тебя что было удивительного в этой работе, интересного? Мы строили сказку, было все очень интересно. Мы узнавали разные явления природы. Чтобы отважиться и выйти на сцену, нужно было, наверное, потратить не один десяток часов на репетиции. Сколько примерно готовились и как все проходило? Репетировали мы где-то с октября. Репетировали мы где-то с октября. Мы эти грядки, зуба, на стучатки. Появитесь! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда вы, родители, услышали от моей Евгеньевны, что надо будет в третьем классе защищать проект. Проект будет всего класса, то есть общий проект. Как вы восприняли эту идею? Сразу ли включились, поддержали? Потому что, конечно же, одному учителю даже с помощью учеников это просто невозможно сделать. Я согласна, да. Но, во-первых, это уже не первый опыт у нас. Мы уже как бы делали такое. И принимали решение мы совместно. То есть было родительское собрание и предложено было родителям на выбор. Либо мы защищаем индивидуальный проект, либо мы делаем один общий проект. Мы решили, что будем делать общий проект. И вот здесь, как Алиса сказала, с октября месяца, если бы мы каждый день репетировали, мы бы гораздо раньше защитились. Но мы репетировали от силы два раза в неделю. То есть поэтому вот так получилось долго. Но ничего, у нас все получилось. Ну вот мне все-таки интересно. Ну примерно 30 человек в классе, умножаем на 2, это 60 родителей. Вот все ли 60, мам и пап, ну вот плюс-минус, участвовали в этом проекте? Нет, конечно, не все. Но даже при желании, если бы все захотели, то есть мы бы не смогли, да, потому что была инициативная группа родителей, кто, в общем-то, ну, конкретно занимался вот этим проектом, репетициями. А что для вас было интересного, и может быть, что вы для себя тоже нового открыли в работе над этим проектом? Может быть, что-то новое увидели в своих детях? Ну, во-первых, это вот уникальная, конечно, возможность жить жизнью детей, пока вот они еще позволяют, да, и смотреть, потому что ты ребенка видишь дома одного, а в школе вот интересно посмотреть на него в коллективе. То есть там настоящая жизнь, ты видишь взаимодействие собственного ребенка с одноклассниками. Очень интересно. Майя Евгеньевна, я думаю, перед вами стояла непростая задача. Наверняка многие хотели играть главные роли, может быть, кто-то хотел в большей степени играть отрицательный, кто-то положительный. Как решали эту непростую загадку? Да, мы все решили хорошо, да. Мы, во-первых, пригласили режиссера, то есть с Москвы, да, он в театре действующий актер и режиссер, и он устроил такой кастинг и смотрел, какие дети на какую роль больше подходят. Ну, вот там как раз возник вот этот вопрос, что профессор не сможет ребенок сыграть. Но так как, естественно, он со мной консультировался, потому что мы же знаем уже детей лучше, чем он, и мы сказали, вот этот ребенок справится, а вот этот нет. И так вот общим консилиумом все-таки мы пришли к выводу, что какая роль будет у кого. Не было обид? Нет, потому что все-таки есть такие роли, которые не каждый ребенок может, к сожалению, сыграть. И почему вот хорошо, я еще хотела добавить, что почему хорошо, что дети вот именно участвуют в театральных этих постановках, потому что даже вот слабый ребенок, который, допустим, учится, ну, средний, скажем так, или ниже среднего, все равно для него есть какая-то роль, в которой он может прекрасно себя проявить на сцене. И после этого все говорят, ну, ты же артист, ты должен научиться, соответственно. То есть ты посмотри, как ты хорошо, блестяще выступил. Кто-то танцевал, все дети пели, там у нас была финальная песня очень хорошо, она была подготовлена тоже нами. Дети, у нас хореограф работал тоже, у нас в школе есть хореограф, Шушина Наталья Геннадьевна. Она, мы ее пригласили тоже. И сценарий, ну, Майя Евгеньевна составила, там у нас подкорректировала наша тоже мама Габеева Наталья, то есть там помогала, и потом режиссер, то есть вот так вот мы все вместе, дружненько. Ну, как-то вот больших проблем не возникало, как-то вот все с пониманием отнеслись, родители. Даже были такие родители, которые сказали, нет, у нас роль не самая лучшая, там ребенок наоболел, поэтому мы не будем участвовать. Но потом мы его попросили заменить, когда на БИС уже пошла игра, и они сказали, в следующем году будем участвовать обязательно. То есть когда они уже посмотрели готовый продукт, уже отношение родителей совершенно изменилось к этому. Даже кто сомневался, что это нужно и важно. Ну и, наверное, сомневался еще в первую очередь, справится ли его ребенок, сумеет ли сыграть ту или иную роль. Да, они все были уверены. Вот София Иванова, например, блестяще справилась с ролью Элли. Тоже большой объем слов, игра, все это. Она прекрасно справилась, хотя ребенок очень загруженный, музыкальная школа и много у нее. Но она все равно справилась. Алиса тоже, вот почему мы ее пригласили, она просто нас спасла в нужный момент, когда действительно некому было играть главную роль, ну, одну из главных ролей. И мы пригласили ребенка, который быстро включился и сыграл не хуже, понимаете. Хотя та девочка тоже прекрасно играла. Здесь она еще показывала акробатические трюки, у нас там были включены. Она сама на акробатику ходила. Ну, то есть мы постарались все таланты детей, вот какие есть, музыкальные, танцевальные, какие-то хореографические, спортивные, по максимуму постараться, чтобы проявились в этом проекте. Ну и, конечно, главная цель, для чего мы вообще все это делаем? Мы хотим научить наших детей, вот, во-первых, самим почувствовать себя в роли в этой социальной, да, как говорят, самостоятельное действие вот это вот социальное, то есть чтобы они могли себя почувствовать большими взрослыми актерами. А во-вторых, самим научиться любить природу и научить любить природу всех зрителей, которые пришли к нам на спектакль. Катошка, стой! Здравствуйте! Меня зовут Эля, и я из Канзаса. Что такое Канзас? Это стель и направо, и налево, кругом одна только стель. У нас в Канзасе часто ураганы, они такие же сильные, что к ним нельзя привыкнуть. В Канзасе я жила со своими мамой и папой, но вот однажды, однажды... Ах! Ах! Не плачь, Элли! Здравствуйте! Меня зовут Татошка, но вот однажды страшный ураган подхватил наш домик и унес в эту удивительную волшебную страну, где разговаривают все животные и птицы, даже цветы и деревья. И вот это! Спокойной ночи! Меня Страшат завила. Как-как-как? Страшила! Меня недавно сделали, и поэтому я путаю некоторые слова. Простудите меня, пожалуйста! Простудить? Он просит его простить. Страшила Большой Путник. Страшила Путаник. 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 Это все потому, что вместо мозгов у меня солома. А я хочу мозги. А я хочу домом. А я хочу мозги. Кто плачет? Элли. Элли не плачет, я тебя спасу, ведь я сильный. Я железный дровосед. А вы правда железный. Можете проверить. Вернитесь, не бойтесь Как же не бояться, ведь это же лев Смейство кошачьих, отряд пищники Он опасен Я не лев, то есть лев, но трусливый Трусливый лев, это интересно Посмотрите, как у меня дрожит хвост Как у последней собачонки А ты дрался когда-нибудь с другими львами? Нет, я очень быстро бегаю И поэтому ни один лев меня не догнал И поэтому мне нужна смелость А я бы хотела иметь сердце А мне нужны мозги А я хочу домой Что же нам делать? Кто нам поможет? Спокойно, я вам помогу Кто бы, я бы нам помогу Я помогу вам с помощью своей волшебной книги Но я ее не вижу Где моя книга? Спокойно, я все придумала Если Элли попала сюда с помощью урагана То и вернется домой, она с помощью него А что такое ураган? И с чем его едят? Ураган ураган страшила Но я все равно с удовольствием объясню Как вы знаете, воздух постоянно перемещается Горячий воздух расширяется и поднимается Его место занимает холодный воздух Так и образуется ветер Иногда он может достигать такой силы Что сносит все на своем пути Такой ветер и называют ураганом Все-таки ежегодно можно слышать от родителей Одни и те же споры Одни родители говорят Да, проекты необходимы Они многому учат наших детей Другие родители говорят Ну что вы, зачем они нужны? Они везде принимают столько времени И сил у нас, у детей Но это ведь пустая трата времени Все-таки ваше слово, мое вене Мое мнение, это проекты очень нужны Вот мы уже второй год делаем Именно вот такой масштабный проект Второй год он у нас, слава богу, получается Несмотря, конечно, трудности были Ну дети там, 25 человек Наверняка кто-то болеет, кто-то уехал Кто-то болеет, кто-то уехал Потом у кого-то с поведением проблема Понимаете, его надо организовать Этого ребенка, заинтересовать Мотивировать Но в любом случае, такие проекты Они, правильно, Алисочка, умница Объединяют класс такие проекты Понимаете, они нас друг Даже вот эта песня финальная Сплачивают Заставляют нас лучше дружить Внимательно друг к другу относиться Взаимпомощь, поддержка Там во время спектакля Они мы же должны друг друга поддержать Где-то кто-то что-то забыл Где-то что-то там его заменить Подхватить Понимаете, поэтому, конечно Вот это очень важное И более того, я скажу У нас планы есть уже на будущее Мы уже надеемся, что в следующий год Выпускной год На минуточку Но мы решили, что если мы возьмемся Если мы все-таки решимся Потому что тяжело, да Тяжело Не знаю, как детям это тяжело удалось Но нам очень Потому что это большая работа Написать сценарий Все вот это вот Отредактировать, отрепетировать Все продумать Собрать атрибутику Наверное, костюмы, декорации Декорации, костюмы Конечно, родители у нас очень Как сказать, увлеченные люди Вот они вот этим живут Неравнодушные Если человек этим живет То у него все получится Если ему все равно То там хоть самую лучшую тему выбери И ничего не будет Вот мы все этим живем Вот И я, и родители, и дети Поэтому у нас все получилось Наталья, ну чему Вот вы как считаете Нужны проекты И чему они учат? Ну, мне кажется, нужны Вот безусловно Потому что, во-первых, учат дружить детей Правильно вы сейчас вот сказали Что взаимовыручка То есть девочка уехала, да Отдыхать Вторая вышла и отыграла Мальчик в больницу лег Другой мальчик вышел И отыграл вместо него Ну, это очень здорово Единственная вот проблема Сложно найти спектакль Чтобы было Допустим, главных ролей По количеству человек в классе Понимаете как? Хочется каждому ребенку Дать возможность выразить себя Как-то Поэтому Вот Моя Вильна в прошлом году Все лето потратила на то Что вот она придумывала сценарий Чтобы у каждого ребенка была роль Хотя бы там со словами Хоть строчечка, две Но чтобы каждый ребенок смог что-то сказать Ну, это здорово Мне кажется, проект нужен Зато для вас нет никаких рамок Вы легко можете выйти за условно-исходную пьесу Да, то есть вы взяли основу Это волшебника изумрудного города И построили уже свой спектакль Адаптировали его под своих детей Там даже были такие моменты Я, допустим, отправила Вот уже готовый сценарий А родители звонят и говорят А вот как бы вот тут Вот Катя, помню, да? Говорит, тоже у нас боярин А как бы вот нам сюда ледяную Вот эту вот Как там, глыбу или что там Цветной вод По сюжету И вот раз Мы уже подбираем сюжет Именно, чтобы вот этот опыт провести Или еще что-то Вот такие В общем, это было коллективное творчество Больше, я хочу сказать Потому что все как-то вот Заинтересованы Вот те Инициативная группа родителей Они все вот Каждый что-то свое туда внес Но вас все-таки дети поразили? Не то слово На сцене Это дети Они перерождаются, понимаете? Они вот становятся Вот другими И все говорят Ну наша-то звезда Вот наша звезда Где-то она вот здесь Где-то не может А там она смогла, понимаете? А раз она там смогла Естественно, у нас уже И у нее вера в себя Что она сможет Себя проявить И не только в проекте Но и в учебе, понимаете? Поэтому, конечно Ребенку надо помочь Поверить в себя Ну и нам всем надо в них верить В этих детей Что они могут Обычные дети Они могут многое Многое показать Многого достигнуть София Чему тебя научил этот проект? Меня научил он Ну Дружить с друзьями И Помогать им всегда Ну Если у них что-то не получается То Надо откликнуться И Помочь им София Был кастинг Ты играла главную роль Девочку Эли Я думаю, что наверняка Очень многие девочки Мечтали О этом персонаже Но он достался Именно тебе Вот что ты Все-таки Чувствовал в тот момент Когда все поняла Что роль твоя Ну и конечно же Как готовилась Ну Когда Мне сказали Что я буду Эли То У меня было Такое ощущение Как будто Как бы у меня первый раз Это в жизни случилось Что У меня что-то получилось Такое серьезное Да Ну и как ты готовилась Как лучше Ведь Там такой большой текст Так много всего Нужно было выучить Запомнить Столько выходов Взаимодействия С другими персонажами Ну Это На самом деле Не сложно Вот Я думала Это сложно Но Как бы Не все же Должно быть По сценарию Ты должен Тоже что-то сам придумать Пересказать Или придумать Ну Что-то сам Она умничка Отлично Играла вообще И режиссер Ее Вот на протяжении Всех репетиций Вот единственное На ребенок Вот ко всем Были вопросы Вот к ней Не было Никогда не было Понимаете Вот Действительно Уникальные Случаи Потому что В основном Конечно Это очень трудно Все нарабатывается Но ребенок Как-то вот сразу Вошел в эту роль Это был вырубый В театральной студии Нет Не занимаешься А может быть Стоит задуматься Вот после этой работы И найти Какую-нибудь Театральную студию И играть уже там На самом деле Когда вырасту Хочу актрисой стать Ну я думаю Что у тебя Все получится Главное Чтобы было желание И огромная Мотивация Двигаться вперед Алис Бери микрофон Ну тебя чему Научила этот спектакль И работа Над этим проектом Также меня спектакль Как и Соня Научила дружить Помогать Очень объединил У нас Весь этот спектакль Было очень интересно Когда мы создавали Какие-то сценки Было где-то смешно Когда страшила падал Там еще что-то Валовались когда Вот Валовались Валовались А вот еще Мне кажется Это вот те редкие минуты Когда ваши родители Как можно больше времени Проводят с вами И проводят в вашей школе То есть они не где-то На работе Или занимаются Своими взрослыми делами А они все-таки Посвящают максимально Время Для вас это что? Наши родители Постоянно в школе Вы когда-нибудь думали Что столько Будете Действительно Проживать практически Всю жизнь Вместе с ребенком Нет Нет Я больше скажу Мы когда поступили В эту гимназию Я вообще не собиралась Быть в родительском детете Вообще А уж тем более Председателем А оно получилось Само собой Почему-то Как-то До сих пор Само не понимаю Ну вот все-таки Какое чувство У вас вызывает Когда вы Вместе с ней Рядом И во всем участвуете Видите Как проходят обучения И какие-то творческие Вот такие Встречи происходят Но у меня ощущение Что я расту Вместе с ней И я тоже для себя Узнаю что-то новое То есть Это очень Колоссальный опыт И мне это очень нравится И я больше скажу Когда мы все закончили Отыграли Ко мне многие дети Подходили Спрашивали А мы будем еще Репетировать На следующий год То есть Я делаю вот Что им тоже понравилось Как красиво Какие чудесные цветы Вас даже на секунду Оставить нельзя С древних времен Цветок мака Считается символом Сна и смерти Недаром в сказках И песнях Герои от его аромата Засыпали непробудным сном Из самого цветка Можно приготовить Снотворное зелье Которое имелось Уже у древних египтян А вот аромат Безобиден Как аромат Сихреской И сильно пахнущих растений И в худшем случае Может вызвать лишь Головную боль Или чеккание Ахи! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Фома, добрый чужестранец. Вы спасли нашу коронавирус. Да я ничего такого не сделал. Как-то оно может плоховато выглядеть. Ее величество было в глубоком оборудке. Ее величество было в любом ваше желание. В этой волшебной стране есть не только магния, но и другие удивительные цветы. Благодарю. Думаю, мы сможем вам помочь, Элли. Мы подарим вам один волшебный цветок. Этот цветок сделали наши друзья-третиклассники. Такой не встретишь в природе. Его можно сделать только добрыми руками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, ребята превратили обычные белые розы в красивые радужные цветы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо огромное, что нашли время. Пришли сегодня в нашу студию. Я желаю вам успешного завершения учебного года. Конечно же, одних пятерок, но родителям терпения и учителю тоже. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!